Обморок Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги, зрители и подписчики нашего канала! Сегодня мы с вами разберем неотложную помощь при обмороке. Итак, что же такое обморок? Обморок – это кратковременная потеря сознания вследствие нарушения тонуса сосудов головного мозга. Говоря проще, в условиях дефицита кислорода или в условиях дефицита глюкозы, например, при голодании и недоедании, головной мозг переходит в защитный охранительный режим торможения. То есть сознание выключается, и человек падает в обморок. Давайте же разберем алгоритм помощи при обмороке. Как выглядит человек в предобморочном состоянии? Кожные покровы плетнеют, сознание немного затормаживается или наблюдается легкая эйфория. Возрастает число дыхательных движений, человек испытывает небольшую одышку. Возрастает число сердечных сокращений, так называемой тахикардии, у человека начинает сильно биться сердце. В этих условиях человек ищет свежего воздуха, пытается найти выход из душного помещения, пытается присесть, ну или как-то вот избавиться от данного предобморочного состояния. Давайте разберем, как помочь человеку в обморке. Для оценки состояния пострадавшего необходимо воспользоваться всеми теми же приемами, которые мы используем при оценке состояния во время СЛР. Об этом вы можете посмотреть в нашем другом видео. Сначала оценивается сознание. Необходимо легко встряхнуть за плечи, задать простые вопросы. Вы меня слышите? Как вас зовут? Что случилось? После 10 секунд оценки сознания мы переходим к оценке дыхания. Освобождаем дыхательные пути и выполняем прием «слышу, вижу, ощущаю». После оценки дыхания необходимо оценить кровообращение, используя сонную артерию в качестве магистральной артерии. В случае обморока у пострадавшего будет отсутствовать сознание, но при этом дыхание и кровообращение будут сохранены. Необходимо вызвать скорую помощь, используя мобильный телефон и набрав номер 112. Обморок наступает в результате того, что головному мозгу не поступает достаточное количество крови. Для того, чтобы обеспечить больший прилив крови к голове, необходимо поднять ноги на угол 45 градусов. Вся кровь, которая сосредоточена в венозной системе ног, будет притекать к сердцу и к головному мозгу. Ноги пострадавшего приподняты. Для того, чтобы нам их не держать, мы можем воспользоваться стулом, а также помощью окружающим. Далее, для восстановления сознания пострадавшего необходимо воспользоваться раздражающими веществами. Рефлекс со слизистой дыхательных путей по путям троничного нерва активирует центральную нервную систему, дыхательную систему и систему кровообращения. Мы можем воспользоваться специальными салфетками, пропитанными нашатырным спиртом. В отсутствии специальных салфеток вы можете воспользоваться обычным нашатырным спиртом и ватой. Необходимо помнить, что нашатырный спирт раздражает слизистые и в больших количествах может вызывать сам по себе угнетение сознания, поэтому важно не переусердствовать. После восстановления сознания у пострадавшего необходимо поинтересоваться, не получил ли он травмы при падении, не ударился ли головой и так далее. После того, как человек пришел в себя, необходимо напоить его крепким сладким чаем или кофе. Для чего нам это нужно? Кофеин, который содержится в чае или кофе, тонизирует сосуды головного мозга. Это поможет в дальнейшем избежать дополнительной потери сознания. Глюкоза, которая содержится в сладком чае или кофе, также является топливом для нашего головного мозга. Спасибо за просмотр! Оценивайте, комментируйте наши видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео о Казани неотложной помощи. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин